так ребята небольшое видео по поводу индуктора шпули катушки tender shot короче смотрите я уже показывал видео что я снял индуктор вот видите да вот такой вот он здесь стоял был приклеен кстати приклеен он был в данном случае у меня криво моем экземпляре теперь после того как я его снял я понял в чем дело смотрите он не не точно подогнан он увидите имеет небольшой ход по диаметру то есть по-любому он чуть-чуть туда-сюда ходит из-за этого как бы при приклейке его сложно спозиционировать чтоб он идеально стал он немножко на одну сторону чуть смещается и получается шум во время работы этого индуктора слишком много для этой шпули слишком такой массивный индуктор он из избыточен для такой шпули я снял и хочу сказать что хватает даже без индуктора тормозов но дополнительно как видите я наверх докинул маленькие магнитики если вот так посмотреть в максимальном положении вот смотрите видно что еще запасом то есть еще можно даже кинуть можно миллиметровые наверх магниты прилепить и этого будет достаточно будет работать вот как раз поют этой по кромке шпули в идеале на мой взгляд индуктор должен быть не вот таким широким сплошным а вот таким колечком вот как это в данном случае это тоже немножко гуляет я подберу что нибудь может быть потом при условии что мне тормозов хватать не будет я подберу что нибудь вот такое вот такой индуктор был бы лучше на мой взгляд вполне хватало бы такого и момент инерции его меньше будет и лишний вес меньше сейчас шпуля весит сам покажу достану весы сейчас вот шпулька с подшипником подшипник маленький 5 на 9 он где-то 0 8 грамма весит подшипник ну пусть около грамма не больше с намотанным шнуром здесь 40 метров шнура как видите меньше пяти грамм весит шпулька это позволяет ей комфортно забрасывать приманки весом 1 грамм и даже меньше причем тормозов как я уже сказал хватает но надо будет подумать все-таки над индуктором индуктор нужно поискать ну либо ноги либо накинуть дополнительно магнитов либо переделывать индуктор в общем имейте ввиду если ваша шпуля на забросе гудит проверьте позиционирование вот этого индуктора вот этой шайбы она может давать небольшой дисбаланс совсем чуть-чуть